Ой, мои любимые, у меня ещё целое ведро ждёт, когда я его почищу, отрежу все вот эти вот хвостики и все пушиночки с другой стороны. Капец, у меня уже как страшный сон этот крыжовник. Ты дома, солнышко, я не могу с тобой. Мы уже погуляли. Всё, отдыхай. Сейчас приду. Сейчас приду. Ждать. Ждать. И полетела. Вот так стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное, воскресное утро. Первого я увидела не мужика, а там вон девушку на площадке с лялечкой. Иду за творогом. Как я без творога? Правда, я не могу уже на этот кружокник смотреть. Я вам сейчас покажу. Сейчас покажу. Что ж ты покажешь? Смотрите, какая у меня тут на пальце водянка. Вот тут водянка огромная. Потому что я это ножницами... Вот она. Не знаю, если вам видно. Заставь дурака Богу молиться. Он и лоб разобьет. Это правда про меня. У меня вот как страшный сон. Этот кружокник. Это 200 килограмм, которые я еще где-то 10, может, делала. Еще столько же. Вот это сидишь их целый день чистить. Оно классно, как медитация. И в то же время уже аж тошнит от них. От этих крыжовников. Парит. Снова пойдет дождик. Надо дождик послать Ниночке. Она говорит, у нее уже неделями засуха. Урожая нет. Помидоры только уродили, потому что она их поливала день и ночь. Ни огурцов, ни кабачков. Короче, все на корню высохло. Представляете? А у нас постоянно дождик. Каждый день. Два-три раза дождик. Я подарю тебе ландыши. Ландыши от души. Привет. Какие вы нежненькие. Привет, цветочки. Привет, цветочки. Что-то мужиков много. Там на велике мужик. Там пошел вон мужик. С подъезда вышел мужик. Дождик заморосил. Я же тебя Ниночке послала. Дождик, зачем ты моросишь? Еще эти вон лужи не повысыхали. До конца. Все возмущались. Все не так. Посмотрела, сняла видео утром, посмотрела. Оно какое-то нерезкое, мои любимые. Не знаю, почему. Я вроде бы стараюсь. Кто старается? Кто-то старается. Такое у нас небо. И по капельке покапывает дождик. 21 градус тепла. В общем, комнатная температура, мои любимые. А эти какие красавчики. Прям возле дороги. Наросли. А эти прям обнимаются. Красота. Красота. С пушочком пойду. Посмотрите, сколько подорожника. Привет, пушочки. Привет. Какие вы красивые. Ой, не могу. Хочу вас сфотать. Сфотала. Ха, какие классные. Такое деревцо. Листочки необычные. А тут тоже вот как два глазика улыбаются. И там два глазика. И там, и там, и там. И так до вечера. Ира встряла. Правда, везде такой свежий подорожник. Кстати, это очень хороший показатель. Если подорожник, значит, экологически чистая среда тут вокруг. Потому что подорожник всегда такой страшный, жухлый. Если какие-то химические предприятия или ещё что-то. Я подарю тебе ландыши, ландыши от души. Я подарю тебе ромашки и айгульки и Наташки. Вот в чём мне эта песня прицепилась, мои любимые. С утра пораньше я мыла везде, в комнатах. И не знаю, поздоровалась. Не помню. И у меня эта песня в башке играет так громко. Я даже узкую не включала. Я помню, когда в Ливане, мне там больше нравилось убирать дома, чем здесь. Правда. Потому что здесь я всё боюсь лишнюю воду налить. Смотрите, как там красиво. Тын-тын-тын-тын. Прям ступеньками небо. И собака какая красивая. Хи-хи. А в Ливане я вообще не задумываясь заливала воду. Прям брала нарбиш. Как это по-русски? Шланг. И прям со шланга лила везде на стены, на пол. А потом у меня такая швабра была с резиновой такой насадочкой. И я ею выгоняла всю воду на балкон. А с балкона там такой сделан сток. Ну, это труба. Вода вся уходила в землю. Не так, как многие ливанки, которые не делают этого стока. Потому что они говорят, что через этот сток в дом залазят и мыши, и кто-то. Ой, сколько векторей. Ливанков новых и персиков по 209. А нектарины по 199. А яблочки какие. Хочу понюхать. Лимоном пахнет яблочко. А тут такие персики остались. И бананчики. Ой, возьму бананчиков. Штучку. Вроде нормальные, миленькие. Как раз как. Манго. Ой, как оно пахнет. Обалдеть. Очень вкусно. Ну, если бы мне сейчас сказали, что ты хочешь. Вот смотри, Ира. Манго. Виноградик. Или авокадо. Я бы, знаете, что сказала бы. Хоть потрухаю. Нет, они очень твердые. Прям как камни. Я бы сказала, виноградик. Виноградик. Ладно. А беру бананы. Потому что 299 на винограде точно нет. А бананы выйдут рублей. На выход на банан 120-130 рублей килограмм. Ну, а здесь сколько у нас? Ну, Таша, если. Грамм 800, наверное. Может килограмм. Ну, в общем, до 150. А если я возьму виноград, то мне надо как минимум 300 в два раза больше. Так что экономия. Экономия должна быть экономной. Блин, не открывается зараза. Но всем с этой стороны открывают. Как всегда. Ай, не могу. Дырочка, нуша. Давай, Люся. Люся, открывайся. Девочка идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас смотрю. Думаю, нафиг. Все бог стал. И так. И так прекрасно. Я сейчас с мокрой головой. Так, кайфово. О, а тут новые. Смотрите, сколько пахнут. Обалдеть. Просто. Мои любимые. Это не реклама. Просто вот смотрите в пятерочке. У нас сколько всего. И везде. Для каждого крувасана. Все написано. Число. Че там в нем. Этот состав. И всякие вот такие штучки. И вот такие. Но это все я могу напечь за две минуты, если хочу. Ну, я печиво не ем. Я подарю тебе ландыш. Какая-то, чечка. Колоритная. Вот такие я делала с мамой всегда. Орешки. Со сгущенкой вареной. Очень любила. Ну, а делали много с чем. Не только с вареной. Сгущенкой. А, я же пришла за творогом. Где? Вот он. Ландыши. Так холодно здесь. Отсюда выходишь. Я уже, видите, куда. Лезу далеко, потому что здесь с краю кладут до 4 августа. И у меня закончилось молочко. Молочко тоже возьму. Ландыши. Антуши. Тьфу, да, оцепись ты от меня. Песня. Гребаная. До 4 января 25 года. Что-то еще хотела вроде. Кто-то. Не помню, что хотела. Что хотела. Этот ранний склероз. Так мастерски меня уводит от всякой хрени ненужной. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что ж я хотела. Я хотела куркуму. Рассказать вам, как чистить зубки. Ну, вы знаете, что я чищу порошком. А я пошла в этот самый, в магнит косметик за зубным порошком. У меня закончился. А у них нету, сказали. У нас чисто машинально привозят. Там регулярно. Раз там когда-то. А сейчас уже нету его неделю или сколько-то. Короче, берете куркуму. Туда немножечко насыпаете порошка. Вот от которой зубы чистите. Зубной порошок. И ложечку чайную соли. Можно пол ложечки. Выдавливаете туда лимон. Затем это все хорошо-хорошо-хорошо размешиваете. И наносите на зубки. Держите так минутку-полторы. Можно две. А затем просто все это полоскаете. Даже не надо его там щеткой вычищать или что-то. И у вас будут белые зубки. Как будто вы профессионально сходили к стоматологу. Правда. Вот такой вам секрет. Всегда с вами делюсь. Ту шампунь вам показывала как. Что я стала из-за туалетной бумаги? Не знаю.